Как только планируется какой-то хипиш, тут же возникает очередной мовный закон. Чтобы народу было о чем поговорить. Но в этот раз пацаны, по-моему, палку перегнули, потому что среди кастрюлеголовых русскоязычных более чем достаточно. И они начали, как же так? А мы что, плохие украинцы? Да мы же вот хорошие, мы же вон в кастрюлях прыгали там за труселя. Да, мы же за все хорошее, а теперь нас тут дискриминируют, ай-яй-яй, как же так? Боже, какая досада. Ну за что прыгали, то и получили. Кому это выгодно? Зачем проводятся инициативы? Кто раскалывает, тому и выгодно. Чем более раскол это общество, тем проще это общество грабить. Вот и все. То есть я лично считаю, что если бы это повысило уровень продаж конфеток рашин, Петр Алексеевич выучил бы даже древнепапуасский. Ему без разницы. И говорил бы на нем свободно. Вот даже если бы это на полпроцента повысило продажи конфеток рашин. Вот поверьте, сто пудов. Ну это не повысит продажи конфет, я боюсь. Ни коим образом. Но зато можно будет лучше тырить с бюджета. Пока народ будет гавкаться за мугу, его можно будет невозбранно грабить сотни других способов. А вообще какое у вас отношение к украинскому и русскому языку? Вот и к русскому языку. Чем больше языков человек знает, тем лучше. Ну статус какой у него должен быть? Значит, скажем так. Пусть каждый говорит на таком языке, на каком ему удобно. Пусть местные общины принимают любые решения на эту тему. Единственное, что я могу сказать, полноценное двуязычие, это безумно дорого. Это реально дорого. Если бы люди знали, какой массив нормативных актов, подлежащий обязательному переводу на языки, издается ежедневно и сколько будет стоить перевод, и надо ли на это тратить деньги, люди бы прозрели. Частичное двуязычие, флаг в руки. Все заинтересованные взяли, перевели по собственной инициативе флаг в руки на здоровье. Тут надо всеми силами склеивать страну, а не разделять ее. Те, кто будет там гавкать на тему, что я там против украинской мовы, если бы те, кто гавкает, сделали для украинской мовы хотя бы столько, сколько я, мы бы еще поговорили. Вот кто не в курсе, я вот перевела украинскую мову в книгу Нобелевского лауреата Элина Ростром, «Govern in the Commons», «Карувань на спильном», «Управление общим». И на русский тоже перевела, потому что русский перевод, сделанный русскими, был совсем уже некачественным. И вот как человек, который перевел на оба языка, могу сказать, что языки очень-очень разные. Если действительно переводить по уму, а не гугль-транслейтом с исправлением родей и падежов, и терминологию надо развивать еще обоим языкам очень-очень долго и очень-очень упорно. Особенно вот в общественных науках, в экономике, в обществознании, в обществоведении. И вот вместо того, чтобы развивать оба языка, у нас люди предпочитают собачиться и гавкаться на тему, какой язык лучше, какой хуже. Да все языки прекрасные, все они чудесно развиваются. Напоминаю, что евреи прекрасно вытащили еврит из торы трех с половиной тысячелетней давности. Скажите сейчас кому-нибудь в технеоне, что у них плохая, какая-то там еврейская мова, что там не хватает терминов, какая чушь. Было бы желание развивать язык. Вот вместо того, чтобы вести мова срачей, лучше бы взяли бы да термины какие-нибудь попридумывали, которых не хватает и в украинском, и в русском. Так все, что я могу сказать по этому поводу. Подобайку. Ради бога, это тоже надо. Чем больше разнообразных слов, тем лучше, потому что останутся только те, которые действительно хороши, удобны и интересны. Вон Пачекун, прекрасен. Жду. Конечно, язык живое существо. Он постоянно придумывает какие-то слова, какие-то что-то новое. Пусть их будет как можно больше, даже самых идиотских. Все равно останутся только самые лучшие, только самые классные. Поэтому больше слов хороших и разных. Любых, на любых языках. То есть вы считаете, государственный язык должен быть один, а региональных много. Я склоняюсь даже к тому, что, ну вот просто как с чистой юриспруденцией, полное двуязычие, с полным его соблюдением, мы просто не потянем финансово. Ну если найдется кто-то, кто берет на себя перевод всего массива нормативных актов на любые языки и флаг в руки, пусть они будут. Ради бога. Есть куча вменяемых законопроектов. Любой ценой нужно склеивать страну. Вместо того, чтобы ее разделять. Но есть товарищи с другим мнением. Мы уже миллион раз объясняли, что вы никогда никого насильно не заставите говорить ни на каком языке. В принципе, вы насильно никого ничего не заставите сделать. Точно так же, как вы не заставите насильственно говорить на украинском, точно так же вы не заставите насильственно отказаться от украинского. И вместо того, чтобы спокойно успокоиться и каждый говорит на каком хочет, лишь бы друг друга понимали, народ продолжает разжигать и гавкаться. И идентифицировать носителей языка с самим языком. Все-таки хотелось бы еще получить ваш комментарий насчет того, что президент наш, все это олигархи, они ставили, в общем-то, на Хиллари Клинтона. И тут очень круто обломались. Это свидетельствует об их умственной отсталости. Потому что если бы они поменьше слушали СНН и читали всякие помоечные демократические издания, а побольше интересовались реальным положением дел и реальными опросами, они бы точно знали, что победит Трамп. Я, например, интересовалась, а я точно знала. И всем им говорила, в том числе и людям Пинчука, что вы идиоты, вы бестолку выкинете бабки, что победит Трамп, а вы окажетесь в жопе и опозоритесь. Не верили. А теперь говорят, да, блин, ты была права. Неожиданно. Получается, Трамп уже, ну, фактически три месяца прошло с его победой. Как-то ситуация в украинских элитах меняется. Вот что-то они начинают как-то. Ну, какие-то изменения видны или они все-таки ждут... Кто они такие? Кто они такие? Я же говорю, это сброд вонючих попрошаек и папуасов. И вопрос только в том, что будет Трамп делать с этим наследством Абамки. Вот что он решит, то они и будут делать. Скажет им скакать и лаять, и делать ему миньет под столом. Они так и будут делать. Если даже этим побрезгуют, значит, побрезгуют, значит, будут делать что-то другое. Они никто, и звать их никак. Потому что сами по себе они ничто. Они помоечные клиптократы, развалившие собственную вполне жизнеспособную страну. И после этого с ними вообще, как с людьми, никто разговаривать не собирается. Они никто, и звать их никак. Они просто мусор. И как с мусором, и с ними себя и ведут. Я боюсь, что не побрезгуют. Ну, на то она и политика. Дело не брезгривое. Даже с Петей можно по телефону поговорить. Какая бы помоечная мразь, кровавой он не был. Ну, может, это не для записи. Но у меня такое ощущение, что Трамп на него смотрит с отвращением. Конечно, с отвращением. Он такой человек бизнеса. Так на Петю нельзя смотреть без отвращения. Потому что Петя омерзительная кровавая мразь. На него без отвращения смотреть нельзя. Зная о его делишках. Тут я с вами согласен. Я Петю просто знаю настолько много лет, что сложно тут что-то сказать по этому поводу. А вот референдум о вступлении в НАТО, который Борошенко объявил. Это реверанс в сторону нового президента? Или что это? Или это как бы без виз не получается? Давайте в НАТО будем? Можно еще и вступить в какой-нибудь Совет Галактики. Можно вступить в Лигу сексуальных реформ. А нас там ждут, простите. Можно еще какой-нибудь референдум провести. Можно провести референдум о вступлении в Большую Восьмерку. И тогда нас сразу туда возьмут галопом, как только мы проголосуем. Куда бы нам еще провести референдум, ё-моё? Не, зачем он это объявил? Понятия не имею. Ну, наверное, вот как-то его политтехнологи, его пиарщики сказали, что майдаунный лохторат схавает такой бред. Ну, тут вмешались пранкеры, Лексус и Вован и полностью дискредитировали эту прекрасную идею. Ну, я уверена, что у Минстыця еще дофига прекрасных идей. Можно вступить еще в массу интересных организаций. Пусть творят, выдумывают, пробуют, я ж не знаю. Ну, покушение, наверное, на этого большого товарища Герасима. Ну, на него могли только с судочком, с хавкой вкусные покушаться. Кому надо это жирное, тухлое, мерзкое сало. А вообще этот дурачок жирный Тоша столько нагавкал на Трампа, что я бы на его месте сейчас сидела и трусила окороками. Не, ну, может, там так и трусятся половина нашего? Ну, конечно, трусятся. Ну, их единственное, что может утешать, что они настолько мелкие шавки, что Трамп просто не подозревает об их существовании и слишком брезглив, чтобы вообще о них вспоминать. Об этой своре дегенератов, которые гавкали вообще там шавки помоечные, моськи. Мечтаю увидеть Антонинку Тухлая Сала Герасима за челленджем 22 отжимания. Вот, вот просто моя голубая мечта. Неужели Антоша не хочет отжаться в пользу наших доблестных воинов АТО? Очень хочется посмотреть. Ну, если он, конечно, хоть раз сможет оторвать пузо от пола, остальное, конечно, сфотошопят. Ситуация в правоохранительстве.